Всем привет, друзья и все фанаты Супер Марио, а также настольных игр. И это у нас простейшая настольная игла. Игра называется Blow Up Shock Tower. Это, короче, тут написано аккуратно, поставьте фигурку на одну из платформ. В общем, это игра-балансировка. У меня есть набор еще платформ для Супер Марио отдельно, где нужно балансировать. Тоже такие настольные игры, они состоят из пяти уровней. Если хотите, я сниму на них распаковку, так что ставьте лайки, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить. Набираем 3000 лайков и выходит обзор на продолжение. Сейчас же давайте мы посмотрим, что внутри игры. Мы поиграем с Миланой в нее, да? Семь бигу пришла. Так. И правила игры, где... Ну все. Так, внутри идут фигурки. Но самое интересное, разумеется, это фигурки. Давайте их расстроим. А то сколько человек должно быть? Слушай, да много. То есть мы с тобой по очереди должны ставить фигурки на платформу и еще кидать какие-то монетки. О. Давайте сейчас мы их изучим. Вау! Ну фигурки, кстати, сделаны шикарно. Очень шикарная фигурка. Вот такая Марио. Здесь снизу написано Нинтендо. То есть это все лицензия. Хазбро и Нинтендо делают вот такую настольную игру. Также есть его братан Луиджи. Он прям даже повыше его немного, как и должно быть. Вот такой Луиджи. Есть грибочек красный, который похож на Аладдина. И желтый, который похож тоже на Аладдина. У них просто такие эти жилеточки. Я не знаю, что из них что. Один дает жизнь на другой, что желтый. Желтый что делает? Я не знаю. Также есть вот этот лягушка. Это же лягушка? А нет, динозаврик. Или черепаха. Черепаха. Слушай, а у него руки не... Но он такой тяжелый. То есть они по весу все разные. То есть надо будет учитывать вес фигурки перед тем, как ее ставить. Также есть призрак. Это вот этот Бу. Это плохой, отрицательный персонаж. Да. Вот такой, кстати, тоже нормальный. И есть вот этот грибочек, который я забыл, как называется. Но это плохой персонаж. Забыла, как его зовут? Это самый первый персонаж, который не дает... Ну, из Lego Super Mario. Такой, да, один из первых. Так, все. То есть получается, в наборе у нас идут... Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь фигурок. Также идет верх башни. Так, и тут что-то уже запаковано. Так, здесь вроде как все. Это у нас что такое? Это какая-то катапульта. А, это вот здесь, вот эта шаткая платформа. То есть вот она шатается, на ней стоит башня. Если она упадет, то все, конец игры, game over. Так, вот тут у нас внутри... Сейчас придется мне разбираться и все это дело собирать. Так, ну вот это сама башня, и там внутри вот этот шар. А, нужно получается, чтобы этот шар не выкатился, что ли? Наверное. И его, наверное, в башню надо закинуть, и он там, типа, тын-тын-тын. Постоянно меняет равновесие. То есть он в шар. Он какой-то странный. Он как будто бы магнитный, что ли? Там внутри что валяется? Да! Слышите? Там внутри что есть? Здесь боузер. Нарисован значок боузера. И там внутри, как этот... Это как вот эффект землетрясения. Там шар на пружинах по разным сторонам. То есть он постоянно пружинится в разные стороны. Потом есть кубик. Это, наверное, сколько фигурок ты должен поставить. Типа, 0 фигурок, 1, 2. И вот 2 я кинул. Кость есть игральная. Ну и все. Давайте... А, нет, еще есть тут такие... Платформы. Платформы. Куда ставить наши персонажи. Все, давайте я сейчас соберу башню. И мы будем у нее играть. Разберусь с инструкцией. Так, инструкция. Вот она. Опа. Что-то она тяжело открывается. Надеюсь, там будет русский язык. Окей. Так, ну здесь нарисована инструкция, как собрать все это дело. Ну и все. Давайте соберу. Ну что ж, друзья, я собрал башню. Вот так она выглядит. Смотрите, зацените. То есть ты вставляешь сюда 8 ступенек. Всего 8 ступенек. Вот. А фигурок 7. Вот. Это специально. Там по правилам игры ты сначала ставишь фигурки. Если башня не упадет, вы поставили все 7 фигурок, башня не упала, вы убираете фигурки по одной. Пока башня не упадет. Вот он шарик и кость. Шарик нужно будет установить наверх. Сложность игры может меняться в зависимости от того... Сейчас я вам покажу. Вот так подниму камеру повыше. Там видите, как установлен держатель для шарика. Он такой кругленький. Сложность игры можно поменять, если его изменить настройку. То есть смотрите, вот это сейчас у нас стоит легкий уровень с вот этой лопаточкой. А если ее перевернуть, то это будет сложный уровень игры. То есть здесь шарик будет уже не очень устойчивый. Он будет стараться отсюда вывалиться. То есть мы начнем с легкого уровня играть. Да. Чтобы шарик у нас стоял просто. И беру, устанавливаю наверх туда наш... О, видите, она уже шатается. Я как только ее поставил, она уже стала шататься в разные стороны. Теперь мы должны с помощью фигурок балансировать башню, чтобы она не упала. Игра считается проигранной только в том случае, если упадет именно шарик. То есть если фигурка упадет, то ничего страшного. Ее тогда нужно вернуть на место. Нужно именно, чтобы сам шарик провалился в башню. Вот. Ну что же, сейчас... А, еще забыл вам сказать, то что вот. Это игры совместимы с линейкой вот этой. Link System. То есть можно брать фигурки отсюда. И использовать их для игры. То есть вы можете ставить много-много фигурок. У меня вся коллекция вот этих. Вот если поставите много лайков, то я покажу вам всю коллекцию вот таких тоже игр с балансировкой. Видите, вот у меня все четыре уровня есть. Я все четыре уровня купил себе. Собрал всю коллекцию. Итак, вроде как я вам все рассказал. Что, Милан? Я хочу первая. Первая? Давай ты первая. Давай. Милана берет кубик. Нет, 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 надо на кубик бросить. А, кубик. Да. А из какой фигурки выпадет? Один. Один. Милана должна поставить одну фигурку. Очень тяжелая фигурка. Так, у Милана один. Попробую вот Марио поставить. Марио поставить. Нет, без разницы. Милана ставит Марио сзади башни. Это был правильный выбор. Так. У меня две выпадают. Я сейчас попытаюсь Милану подставить. И выставлю две фигурки, чтобы башня наклонилась. Еее. Ноль. Милана вообще не ставит фигурки. У меня один. Так, ну я поставлю сюда. Так, Милан, теперь ты. Как Милан кидал вообще тут. Милана один выпадает. Просто на пол упала. А Манька еще... У меня... Он ковернулся. Еее. Так, мы поставили все фигурки. Теперь мы кидаем и снимаем по одной фигурке. Один. Мне выпадает один. Я снимаю одну фигурку. Сниму большого. Попробуй, ну я. Вон, Милан, поставь на место их, пожалуйста. А! Вон, теперь ты кидай. И твоя задача снять одну фигурку. Два. Два. Да, еще вторую снимай. Где снять? Ой, здесь нет. Так, теперь я. Один. Так, мне один. Теперь ты. Ноль. Я сучаю. Пусы кидал так. Один. Один. Ну там есть. Не, ну совершенно такая довольно-таки устойчивая. Кидай. Ноль. Милана вообще научилась кидать ноль. Один. У тебя тут один. Так, у меня один. Я за тебя поставлю. А, нет, а еще один. Опа, последний. Хоть один. Лучше остался. Один. Так, ну давайте мы теперь усложним игру. Давайте мы поменяем. Теперь уровень можно брать и на изи. Да, поменяю на сложную подставку. Опа. Теперь она будет сейчас менее устойчивая. Ха-ха, она уже... Ты видела, как они? Да, 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 да. Она, Витя, она их всех сбросила. Давай, плавненько отпускай. О, вот это уровень игры уже для нас. Один. Один. Сейчас будет сложнее. О, чуть не упал. Почти. Чуть не упал. Один. Один. Ха-ха-ха. Ноль. Ессс. Да, это уже сложно. Один. Опа, получилось. А шарик дёргался. Один. Ромарио, не подведи меня. Два. Раз. И два. Ты взял маленький, прибыль, хитрец. Ну, конечно, только хотел. Два. Два. А или два? Нет. Нет. Тогда одну ставь, и потом одну убирай. Она застряла. Она застряла, но Милана проиграла. По идее... Отойди, Милана. Отойди. По идее надо было вот так. По идее она должна была свалить все вообще фигурки. Ну, вы поняли, как это действует. Прикольная игруха, да? Очень интересная. Мне очень понравилась. Баланс вот этот. Да. Ставьте лайки, друзья, подписывайтесь на канал. С вами был Закупыч. Мы советуем прикольно вот так с детьми поиграть нормально. То есть, конечно, не для взрослых игра, а так в целом неплохо. Продолжение следует...